78-летнюю пенсионерку в Видновскую клиническую больницу экстренно доставили с переломом головки бедра. В ходе обследования у женщины диагностировали еще и ковид-19. Заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров немедленно ее прооперировал с применением малоинвазивных методик. Сегодня больная чувствует себя хорошо, уже может двигаться самостоятельно. Параллельно врачи лечат ее от коронавируса. Сейчас уже сама ложится и сама садится. В ее возрасте с такой травмой, с такой сопутствующей патологией, это уже огромный плюс для нее. Разве этого и делаются операции, чтобы максимально быстрее перелять. Минимизируются риски всей ее вот этой, застойной пневмонии, тромбозы. Так что даст Бог бабуля, у нас пойдет на поправочку. Врачи – герои нашего времени. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, насколько значима в обществе эта профессия. Благо, медицина не стоит на месте. И в помощь докторам новейшие технологии и современное оборудование. Все мы смогли перестроиться очень быстро и перестроить всю нашу работу именно в этих сложных условиях, именно в таком формате, который будет более приемлемым для нераспространения той же самой пандемии, в то же время оказывая полноценную медицинскую помощь. За период пандемии медицинские работники сотни тысяч раз слышали в свой адрес слова благодарности. Выражать им признательность люди не перестают и сейчас. Более 50 врачей на днях приняли участие в торжественном награждении и были удостоены почетных грамот. Высоко отметили заместителя главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елену Зинатулину. Она получила почетную грамоту от Министерства здравоохранения Московской области. Наша профессия является высоким служением перед здоровьем наших людей. Уменьшается количество зараженных коронавирусом, но работы у врачей меньше не становится. Они самоотверженно продолжают бороться за каждого пациента. Мы в силах им помочь, если будем следовать элементарным правилам личной безопасности. Не забывать о средствах защиты и других мерах противодействия распространению COVID-19.